Давайте, да, будем начинать, и, может быть, если не сложно, небольшое summary того, что было вчера, и, ну, просто вдруг кто-то из ребят только сегодня подключился, вот, и потом тогда продолжить, что у нас запланировано. Спасибо. Да, конечно. Так, вижу знакомые аватарки, знакомые лица, рада вас тут видеть второй раз. Вот, получается, для тех, кто не был вчера, расскажу про то, что мы тут делали вчера, про то, что будет сегодня, и про то, что будем делать, получается, завтра. Отпишись. Так, первое. Первое. Вчера был первый день, и я рассказывала про то, как я пришла в карьеру без дева, какие у меня были зарплаты на том или ином периоде времени, в зависимости от проекта, в зависимости от уровня задач. Я рассказала про то, какие есть особенности работы без дева веб-3, и рассказала, в чем отличается работа бизнес-девелопера, в том числе в зависимости от размера и стадии компании. Это все действительно очень важно, потому что без этих вводных вы не можете нанять ни себе хорошего, без дайва в компанию, ни самим таким стать, поэтому это действительно важная тема. Ну и, конечно, свой пример я тоже обычно рассказываю, потому что тут вы наглядно видите, что с довольно базовых и простых вещей, которые вы делаете в компании, вы можете прийти до серьезных ролей в компании, до работы с C-левелом и до основания уже собственного стартапа. Вот, это все то, что у нас было в первый день. Сегодня день второй, и сегодня я буду говорить про то, что такое бизнес-девелопмент как профессия. Поэтому, если тут есть владельцы компании или владельцы своих проектов, наверное, вам лучше будет прийти завтра, в третий день, потому что там будет уже про то, как нанять без дева для своей компании, как это сделать самому и когда нанимать. Расскажу, какие задачи делегируются, какие задачи не делегируются, в какой момент нужно нанимать, а когда лучше еще самому этим позаниматься, и дам вредные советы, как нанять без дева, который больше тянет ресурсов, нежели чем приносит их в компанию. Давайте тут сомканемся, и я бы попросила тоже в чатик написать, кто здесь сегодня, потому что вчера, получается, тут были в основном разработчики, вот, прям чисто-чисто разработчики, у кого-то одного была своя идея проекта, но сегодня, может, кто-то еще новенький залетел, поэтому давайте чуть-чуть поактивничаем, скажите, пожалуйста, кто здесь сидит. Так, да, вижу, что здесь есть люди со своим проектом, со своим бизнесом, есть Q&A, который изучает Web3, есть человек, который запускает свой стартап, круто, менеджер индустриальных проектов, круто, то есть сегодня такая более бизнес, у нас тут вечеринка, что не может не радовать, очень, очень, правда, рада видеть это, круто. Так, BackendWeb2Fintechi, тоже клево. Андрей Вячеслав, аналитика. Я вообще считаю, что работать с данными – это то, что нужно делать каждому сейчас, если ты не умеешь работать с данными, неважно, сколько бизнес твоя, типа, специальность, ты сильно далеко не продвинешься, поэтому я сама в своей работе часто использую данные, опросы, какие-то статистики рыночных данных, обрабатываю огромные базы контактов, чтобы вытянуть тот самый и тот нужный, я состою, не знаю, в тысячах чатах, наверное, в телеге, она вечером не перегружена, вот, все только для того, чтобы у меня был лучший доступ к данным. Поэтому круто, теперь знаю, кто здесь кто. Вот, а возвращаемся к непосредственно теме сегодняшнего дня, БД как профессия. В первую очередь хочу рассказать, как же выглядит карьерная карта от Sales и Presentative, это первый уровень, куда вы можете наняться, чтобы потом стать полноценным бездевом, до C-BIDEO, C-BIDEO это Chief Business Development Officer, это как CTO, только C-BIDEO, то есть это человек, который на C-Level определяет сегменты рынка, куда возит компания, стратегию выхода на новый рынок, запуск нового продукта и поиск всех нужных частей для того, чтобы это все работало. Под частями здесь я подразумеваю ресурсы, скорее, медийные, человеческие, индустриальные какие-то, может быть, данные нужно у партнеров взять. Вот, а сначала, когда ты нанимаешься на, сначала я нанималась на Sales и Presentative, это просто обычный сейлс, который, как правило, работает либо только с входящим трафиком, то есть каким-то образом маркетологи гонят огромное количество лидов и сажают на них сейлсов, которые просто обрабатывают, идут по скриптам, и у них довольно строгие гайды, довольно строгие инструкции, по которым ты идешь, и у тебя довольно мало вообще тут места для чего-то творческого и интересного. Это такая просто monkey job. Но если ты делаешь ее хорошо, твои конверсии сильно выше, чем конверсии твоих коллег, и тебя начинают замечать, и тебя уже с этого момента могут отпустить вовне, и ты тогда становишься таким уже полноценным сейлс, который уже вовне ищет клиенты по сготовленным ранее более опытными коллегами, либо бизнес-девелоперами, либо основателями компаний. Тебе, как правило, как сейлзу дают деки, дают понять тебе, как представлять свою компанию, тебе говорят, куда ходить, говорят, как ходить, говорят, как общаться с теми или иными людьми, тебе дают портрет твоего потенциального клиента. Ты просто делаешь тоже, опять же, уже такую в основном работу ручную. Ты пишешь нужное количество сообщений в нужных местах, ты посещаешь нужное количество конференций в сезоне. На этих конференциях пытаешься найти людей, которые отвечают твоим потребностям, и дальше ты их либо сам обрабатываешь и получаешь за это и бонусы, либо ты передаешь как раз-таки уже сейлз-репрезенттив на первом уровне, которые уже работают со входящими лидами. Тут оплата побольше, но здесь ответственность у тебя сильно больше, и быть нужно куда более собранным человеком, потому что ты сам за себя ответственен. Как правило, на этих ролях довольно маленькая окладная часть, на которой сидит сейлз-репрездев, и большая часть процентная. То есть волка ноги кормит, оно идет отсюда, то есть ты сидишь за 500 баксов, но за тысячу, все остальное это твоя премия за конкретные приведенные клиенты, за конкретных приведенных клиентов в бизнес, либо за привлечение каких-то иных ресурсов, иногда это тоже может быть посчитано. Например, когда я работала в ITES, я работала уже по таким плюс-минус готовым гайдлайнам, но мне было довольно много свободы, я приводила новый тип клиентов. И каждая интеграция для компании давала сотни тысяч оборотки в месяц. И от этого большого числа мне там маленький процент капал. Таким образом, когда я приводила 5, 10, 20, 30, 50 клиентов за полтора года, эта сумма становилась все более и более значительной. Более того, она оставалась со мной еще некоторое время после ухода из этой компании. Поэтому для тех, кто активен, для тех, кто готов этим всем заниматься, а не просто сидеть на жопе ровно, такие профессии очень подходят. Дальше, когда ты уже учишься понимать, как работает рынок, когда тебя уже не стыдно отпускать на переговоры, когда уже ты часто ездишь на конференции, у тебя появляются свои знакомые, ты можешь уже на какие-то сайд-эвенты спокойно ходить, можешь на закрытые мероприятия уже проходить. После этого тебя немножко повышают, и ты становишься таким baby бездевом. На этом моменте тебе действительно важно уже быть не только salesperson, тебе важно быть чуть более product-driven person, и тебе важно понимать вообще, чем занимается твоя компания. Потому что ты уже ведешь разговор с людьми более высокого уровня, ты уже понимаешь, что ты там кому должен, не должен, как себя вести, как себя не вести, где тебе нужно быть, а куда тебе еще рано. И на этом моменте у тебя появляется некая уже свобода. Ты можешь работать только с одним типом клиентов, потому что у тебя хорошо получается, и ты с них спокойно закрываешь свои цели. Также у тебя появляется уже возможность создавать свои деки, свои каналы продаж и работать чисто в них. С этого момента ты можешь застолбить за собой конкретный флоук в компании и только им заниматься до тех пор, пока ты можешь это вывозить. На этом этапе, к сожалению, можно довольно долго зависнуть, потому что большинство так и не могут перейти на уровень middle бизнес-девелопера. Middle бизнес-девелопер – это тот уже, кто работает и внутри компании, чуть с большим количеством людей. Он уже работает больше и с пиар, и с маркетологом, и с head of product. Потому что хороший бездев, опять же, на уровне middle, он уже понимает, что он может еще экстра сделать, совместив подходы коллег, как докрутить оффер и как чуть-чуть пофиксить продукт, улучшить продукт, для того, чтобы в рынке он был более конкурентоспособен, для того, чтобы он привлекал больше пользователей, больше ликвидности, больше денег или элементарно больше подписчиков в социальные сети. Такие цели, такие кипяи тоже бывают. Например, 1inch. Давайте сейчас сделаем case study. Как вы думаете, за счет чего рос 1inch в первые 2 года своей работы? Давайте так. Как продукт. И откуда брались пользователи с этого продукта? На этот продукт, прошу прощения. Мне нужна ваша активность. Давайте чуть-чуть подумаем. Пожалуйста. Как вы думаете, тут вот есть человек, который пытается запустить свой стартап, еще есть свой проект, свой бизнес, органика. Откуда взялась органика? Органика, ну, типа, что такое органика? Потому что так органика тоже никогда не бывает. Удобство используется. Ну, давайте, еще вариант. Нет, вообще, вам нынешний фига был неудобный в первый год. Ну, потому что он был первый. В принципе, он все сливки рынка снял. Ну, и функционал очень много. Это уже потом. Нас интересует первый год. Так это и был первый год. Они первый агрегатор были среди DEX, нет? Я спрашиваю пока. Ну, я вот ответил, да. Потому что они были первые. Удобный агрегатор, максимальное количество DEX они охватывали. И роутинг выстраивали такой, что там у тебя с наименьшей комиссией и проскальзыванием ты мог произвести обмен. Вот. Хороший без DEV, он это все понимает. И он понимает, как уже то, что есть в рынке, использовать для продукта максимально, типа, хорошо. Потому что, да, в первый год действительно они были тупо первыми. Не совсем так тупо первыми. Они сделали первыми. Это удобно. Это дешево. И они изначально сделали это очень красиво. Я помню, у них был очень дорогой, и знаю, что у них был очень дорогой, типа, дизайнер. Вот. Хотя не берусь тут 100% гарантировать за то, что я слышала. Вот. Прискликнуть не могу. На всякий случай забираю свои слова. В общем, да, они были первыми. Их было относительно удобно использовать. И, соответственно, да, у них не было конкурентов. И продукт реально отвечал потребностям рынка. Получали гранты от инвесторов. Так не говорят. Гранты можно получить от фундейшна, от инвестора ты получаешь инвестицию. Ты получаешь чек, который конвертируется в токены, либо в эквити. Но рано или поздно органика заканчивается, да. И вот как раз-таки MiddleBizDev, он уже понимает, как с знаниями о рынке. Например, он знает, что, да, вот окей, OneInch уже зарекомендовал себя среди активных DeFi пользователей. Все DeFi пользователи уже знают, куда пойти, чтобы быстро поменять свою деньгу из одной сети в другую, whatever. Но как мы можем привлечь еще больших пользователей? Как нам вырасти в 10 раз? И вот начиная с Middle уровня, BizDev уже может немножко про это думать. Поэтому в этот момент BizDev уже учится понимать, что такое пиар. Как нам охватывать огромную массу людей. Уже может понять, на какое мероприятие лучше идти для того, чтобы найти партнеров для решения наших целей. А на какое мероприятие нам можно пойти, но пока что еще рано, потому что мы еще слишком маленькие. Еще чем отличителен BizDev на таком уровне тем, что он может это все делать и думает про это, но он еще не готов брать ответственность, как правило. То есть ему ее не дают, потому что результатов пока что еще никто не показал. И доверить ему полноценную стратегию тоже как бы никто не может. Чем же отличается SeniorBizDev от MiddleBizDev? Так это уровнем ответственности, который ты готов взять. И если ты вот Middle, который уже понимает, что готов, как обычно это происходит, эта компания видит и говорит тебе, вот смотри, у нас, например, в регионе, в азиатском регионе как-то плоховато используют в анынче. Давай поймем, почему. И давай найдем там ключевых партнеров. Давай поймем, какие там есть, может быть, локальные конкуренты, что мы можем сделать для того, чтобы там стать по агрегаторам тоже топ-1. Потому что на втором-третьем, ну на третьем годе жизни, грубо говоря, в анынче, начали появляться конкуренты вполне себе, ну вполне себе состоятельные. Вот. И по зарплатам забыла сказать. Если мы про связи с презентацией говорим, то это где-то 1000 баксов плюс процент, то как бы до потолка может быть сильно больше. Средний уровень, тут он сильно отличается. Я бы так сказала, средний уровень это до 5000. То есть до 5000, в зависимости от компании, от рынка, от нагрузки, вот могут быть такие цифры. А когда ты уже сеньор, тут цифры идут тоже от 5 где-то до 9-10. Тоже довольно большая разбивка из-за тех же факторов. В зависимости от компании, от ее финансирования, в зависимости от конкретных задач, которыми ты будешь заниматься, от того, как ты себе продашь и от того, как ты хорош, и как много у тебя контактов, и насколько ты полезен конкретной компании. Дальше там самый клевый, конечно, уровень – это CBO. Это когда ты решаешь, на какие рынки идет компания, на каких партнерствах мы фокусируемся, какие мы закрываем. Ты как человек компании, ты уже можешь влиять на политику компании. Ты можешь говорить, что вот тут мы в этом регионе присутствуем, в этом мы уже не присутствуем. Ты влияешь на монетизацию продукта даже уже, потому что ты отвечаешь за партнеров, которые у тебя есть, и они тоже могут тебе какие-то условия диктовать для того, чтобы ваше партнерство продолжалось или закрывалось, и ты это переносишь на внутренний совет, и что-то вы с этим дальше делаете. На этом этапе уже ты не занимаешься продажей как таковой, ты занимаешься только партнерствами, только переговорами, только улучшением отношений, сохранением отношений, которые у тебя уже есть с текущими партнерами, и поиском новых стратегических, важных, которые помогут твоей компании уже выйти на продажу, если есть такая цель, или поднять новый раунд. А если мы говорим про крипту, ты уже общаешься и с маркетмейкерами, даже локальными, например. Это все для того, чтобы в случае того же самого нынче, то, что есть токен, токеном нужно управлять. И вот с точки зрения веб-3, конечно, бизнес-девелопер тоже должен очень хорошо понимать, как действия с публичным образом компании будут влиять на цену проекта и наоборот. Поэтому, как мы можем видеть, это такая довольно комплексная, довольно большая работа, и все это нужно знать, понимать, уметь хорошо это коммуницировать, уметь доносить свою идею до абсолютно всех, с самого маленького сейлса в твоей компании, с разработчиков в твоей компании, до си-левела и до крупных бирж, с которыми ты тоже начинаешь общаться, конечно. Ну вот, на этом этапе хочу спросить, примерно ли понятен путь по бездеву, который проходит человек, который хочет этим заниматься? Есть ли какие-то вопросы по этой части? Да, у меня вопрос про гриды. Это по ощущениям все равно происходит? Или как? Или внутри компании понятно, они видят, что ты можешь там общаться, доверить тебе какие-то проекты, а если ты переходишь в другую компанию, то как просто говоришь, я теперь сеньор? Я думаю, конечно, во-первых, это индустриальный стандарт. Можно почитать про обычный, ну, вне крипты. Эта профессия не только в крипте существует. Можно почитать на глаздоре, на подобных таких вот карьерных сайтах примерные дефиниции того, чем занимается бездево в зависимости от своего уровня. И там есть конкретные скиллы, которым должен обладать человек на конкретном уровне. У Гугла очень хорошая гайда, я ее когда-то давно читала, есть в том числе про это. Вот. Лучше всего карьера проходит у тебя тогда, когда ты делаешь ее зигзагом. Это, наверное, ну, не буду браться за утверждение, что это в 100% так работает, но как это работает? Ты работаешь в одной компании, ты достигаешь какого-то определенного уровня, и тебе быстрее пойти продать тебя с текущего уровня в другую компанию, либо сделать что-то свое, подтвердив свои скиллы и далее их улучшив, нежели работать в одной компании и расти с ней. Если мы говорим с точки зрения скорости, то так как бы быстрее. Но в долгосрок не факт, что ты выиграешь, как бы тут все понятно. Вот. Насчет того, как продавать себя. Тут примерно то же самое, как с разработчиками. Я думаю, тут тоже разработчики могут понять, как это работает. Вот ты работаешь middle-frontender. Для того, чтобы тебе в компании получать больше, тебе нужно подождать, ну, так нормально, год-два, а то и три. Ну, наверное, есть какая-то ежегодная индексация у тебя. Ну, поднимут тебе зарплату на 7%, потом еще на 7%, потом ты реально чему-то выучишься, и тебе будут платить на 50% больше, и у тебя задачи будут поинтереснее, какой-то ты еще фреймворк выучишь, какой-то вот ты такой прям молодец будешь. Куда легче тебе прийти с конкретной точкой, себя получше описать, уже сказать, чему ты научился, какие задачи ты готов выполнять, и немножко так как-то авансом себя продать в следующую компанию. Но это, конечно, искусство, как это правильно делать, как уходить из компании, как себя лучше предоставлять другой компании. Тут у нас разговор не про это. Но это не по ощущениям, это вполне такие рыночные истории. А что за коллеги? Вот ты упомянула, мы общаемся с коллегами, то есть это как-то аналитики, маркетологи. Откуда ты данные берешь для того, чтобы по бизнесу общаться с партнерами, с заказчиками? Вспоминаем, как происходит развитие твое как без дева. Как правило, ты либо проходишь с сейлс, с самой такой первой стартовой точки, и ты потихонечку начинаешь обрастать контактами, общаясь с текущими клиентами, поддерживая их общение. Как только ты выходишь уже в мир, как только ты начинаешь предоставлять компанию на просторах интернета, прости господи, в каких-то фейсбук-группах, в телеграм-чатах, это все реально работает, и уже в реальном мире на каких-то конференциях, ты везде обрастаешь контактами. Например, даже если какой-то из клиентов с тобой не захотел работать, вы все равно стоите на связи, один раз он клиент, потом конкурент, потом опять клиент. Ты постепенно обрастаешь связями в течение всей своей карьеры, общаясь внутри своей компании, ходя на какие-то тематические мероприятия по твоей карьере в твоем городе. Это вне зависимости от твоей роли работает везде одинаково. Есть хакатоны для разработчиков, есть какие-то семинары для аналитиков. И если ты никак не взаимодействуешь с коллегами даже по своей специальности, не говоря уже о том, что ты должен ходить на шаг влево, шаг вправо, общаясь на уровень вверх, на уровень вниз, и по горизонтали строить тоже свою карьеру. Мы тут не говорим про какую-то особую успешную карьеру все-таки, я не представляю, как это может работать. Откуда брать еще контакты? Онлайн, конечно же. У нас есть LinkedIn, у нас есть те же самые какие-то закрытые группы, закрытые чаты, комьюнити. В них всех есть смысл состоять. В крипте есть еще Mastodont и Forecaster соцсети. Я не знаю, может кто-то даже приходил из этих сетей, сюда что-то рассказывал. Там есть тоже тематические прям супер-русские комьюнити. Есть еще форумы, простите, господи, тоже. Я на них не сижу, но, опять же, у меня есть разработчики, у них есть какой-то форум, на котором они сидят знакомыми, и они вот как-то там отлично общаются, какие-то проекты вместе. Конференции, опять же, много про них говорю, скажу еще раз. Один раз стоит съездить на DevCon, чтобы обрасти какими-то клевыми друзьями и с ними дальше двигаться дальше. Вот. Надеюсь, тут стало теперь попонятнее. А, можно еще вопросик такой по поводу отменной кампании. Вот такой психологический немножко момент. Ну, ты как без Dev, например, развиваешься, ходишь на мероприятия, строишь свою там сеть связей, там все тебе знают. Два года ты расширяешь свои компетенции в какой-то компании. Например, там я OneInch представляю, и во всех мероприятиях меня знают уже, как Серега OneInch. Там у всех есть визитки, там у всех ВКонтакте написано. И наступает момент, когда я как бы перехожу к другую компанию. И вот, может быть, у тебя есть такой опыт, или как это вообще в индустрии происходит. Ты приходишь и в какой-то момент говоришь, там, а не, я не OneInch, а тебя как бы ассоциируют уже с OneInch. И как вот к этому относятся другие, там, хорошо, плохо, или как вот здесь происходит? Это, конечно, очень интересный вопрос. На самом деле я про это не думала. Как-то это само собой разумеющееся. Ты же не можешь заниматься одним и тем же всю жизнь. Даже в рамках, я не знаю, вне карьеры. А вот занимался вышиванием, я не знаю, потом решил заниматься бесероприятием. И ты приходишь в магазин «Хобби», и к тебе, значит, продавщица говорит, «Вы что, берете бисер?» «Вы в этот раз нитки брали». Вот, это все нормально. Главное тут то, ориентация не на вне, а ориентация на себя. Почему ты решил принять это решение? Чем закончилась твоя карьерная часть OneInch? И чем, как будет продолжаться твоя карьера в другой уже компании? Почему ты принял это решение? Насколько ты сможешь это качественно прокоммуницировать человеку, который про это спросит? Абсолютно нормально менять команды, менять рынки. И вот это вот все, в любом случае, натворка у тебя остается твоим. И тебя должны в первую очередь ассоциировать с тобой, как с личностью клевой, которая представляет ту или иную компанию. Можно одним днем сменить компанию, но остаться таким же клевым человеком, с которым захочется делать бизнес. Как только ты об этом говоришь в паблике, неважно, в онлайне или в офлайне, это, наоборот, интересное событие, из-за которого, как правило, всплеск интереса к тебе повышается, потому что это значит, что ты открыт немножко к другим возможностям, это значит, что ты готов общаться про новые какие-то партнерства. Ну и просто ты, как правило, в этот момент жизни более энергичен, потому что тебе нужно какую-то часть работы делать, не то чтобы заново, не то чтобы с нуля, а просто другой кусок работы тебе теперь нужно делать. Например, если я работала сначала с платерками, это такой довольно специфичный кусок рынка, он как бы в крипте, но он и сильно в финансовом секторе. Потом я пошла чисто в дефи, чисто в децентрализованные продукты, там вообще немножко другой отворк, и я не чувствовала себя как-то неуверенно, но я чувствовала, что тут есть люди, которые знают сильно больше меня, и я вот старалась как-то не ударить с гаслицом. Ну это, наверное, зависит больше от личного восприятия. Например, я как продажник часто много продавал. Когда что-то представляешь, говоришь, ты полностью ассоциируешь себя с этой компанией, как бы вживаешься в нее, и потом, может быть, как-то переключиться сложно и в этом плане. И вот, кстати, когда много конференций было в 2017-2017 году, тоже приходишь на одну конференцию, там, человека, ну знаешь, хоп, он там презентует одну компанию. Буквально через пару недель приходишь на другую конференцию, он уже что-то другое презентует. И как бы такое же отношение к человеку, что он как бы и не там, и не здесь, и как бы как к нему вообще потом обращаться с какими там потребностями. Вот в этом плане. Практически ты к нему можешь, просто у тебя изначально, у меня тоже есть немножко такое, что, ну, ты вообще, ну, что ты делаешь, ну, невозможно продавать хорошо сразу все, невозможно представлять одновременно хорошо, так много интересов. И да, ты всегда открыт, да, ты можешь сводить людей, но у тебя всегда есть одна, максимум две точки, на которых ты стоишь. И это то, к чему стоит стремиться. Вот. Хотя, опять же, конечно, тебе нужно общаться шире, и общаться с и конкурентами, и неконкурентами, и с аналитиками, хотя, казалось бы, с силой аналитики, там, как бы мы вообще, типа, не то чтобы по работе много пересекаемся. Да, я понимаю тебя. Конечно, есть вот эта вот штука, типа, прикипел, есть вот это вот желание себя приоттачить в компании. Я тоже хочу прокомментировать такой психологический момент. Ты не твоя компания, но компания как бы больше, чем ты. И для того, чтобы чувствовать себя лучше, а не то, что вот такой листочек по конференции такой летаешь. Как бы, да, понятно, что чем больше компаний, на которой ты работаешь, чем больше и круче проект, продукт, который ты продаешь, тем ты себя лучше чувствуешь и комфортнее. Вот, но с уровнем твоих скиллов это все уходит, и ты себя круто чувствуешь, просто уже находясь там в этой комнате, в этой индустрии. Окей, спасибо. Пожалуйста. Давайте пройдемся дальше ко второму пункту нашего сегодняшнего созвона. Задача на каком уровне. О, я, получается, про это уже рассказала, на самом деле, и, получается, сейчас остался пункт про отдельный пронотвор, как лайфтайм-задача. Мы много говорили про это, ну, как бы леймотив на эту тему был здесь и вчера, и сегодня. Да, это для меня, это задача реально каждого дня на протяжении уже пяти лет, семи. Например, сегодня у меня было два звонка таких около нетворк, даже здесь я сейчас сидя, я держу в голове постоянно, это как-то уже автоматически получается, что вот, я, например, вижу, что тут есть какой-то человек, который хочет запустить свой стартап. Прикольно, я буду знать, что в Гайдау есть люди, которые свои стартапы тоже делают, и я буду знать, что я могу прийти, какой-то там постик написать, и, возможно, даже вот тот же самый Мисс Гер мне ответит. Вот, еще пишут, еще Вейлбонд, я менеджер индустриальных проектов, блин, клево, значит, я вот теперь знаю, что тут есть еще и такого уровня, как бы, коллеги, я могу тоже прийти сюда за каким-то своим запросом, когда он у меня появится, сейчас его нет, но в будущем кто знает, но я буду помнить, что здесь есть такие люди тоже. Так вот, возвращаясь к сегодняшнему звонку, звонкам еще два, у меня сейчас в работе ресерч по KYT инструментам в рынке, в крипте, для тех, кто, может быть, не знает, KYT это Know Your Token, Know Your Transaction, это когда обменник или кошелек, или биржа, они проверяют крипту, которая к ним приходит, и проверяют кошелек, с которого пришла эта транзакция, или проверяют конкретную транзакцию, если она в системах как-то высвечивается. В общем, сейчас уже довольно много на этом рынке сделано, грязную крипту уже могут искать и находить, если раньше это было вообще невозможно, потому что миксеры очень хорошо работали, и они до сих пор хорошо работают, но с каждой неделей и месяцем это становится все сложнее. И это есть B2B-компании, типа Crystal Analysis, Chainedlytic, и вот еще одну компанию сейчас делает фонд, который ранее меня инвестировал, они меня привлекли как адвайзера, и вот мы им помогаем это делать. Короче, у меня было два звонка по этому проекту, один был чисто козлеев как ресерч, а второй был такого больше нетворк-формата, человек не подходил под текущий ресерч, но заинтересовался чем-то еще в моем сообщении, ему просто созвонились на 20 минут, поболтали, пару контактов, парами контактов обменялись и пошли дальше, запомнили друг друга и приятно пообщались. Мы можем никогда не встретиться, потому что у нас никогда не будет больше точек соприкосновения, а может быть мы когда-то поможем друг другу через год-два или более, если, конечно, будем помнить. У меня пока что тут хорошее память, я всех помню, я веду свою базу на творка, у меня есть табличка, у меня все чаты, которые такие около рабочие, они помечены хэштегами с понятной мне системой. К сожалению, огромным у меня сблокирован LinkedIn был в том году, потому что я слишком активно ввела с него рассылку автоматическую, очень я злюсь по этому поводу и очень злюсь на своих партнеров прошлых тоже из-за этого, потому что это была их настройка, а не моя. Но, в общем, да, LinkedIn тоже на самом деле хороший инструмент, но, к сожалению, мой пока что надо заново его прокачивать. Вот. Так, что еще по нетворку как лайфтайм-задачу хочется сказать? Хочется еще раз на всякий случай тут проговорить, что если вы как бы не бизнес-персон, то кажется, как будто бы вам не нужно нетворкать. Но, на мой взгляд, нужно, потому что развиваться все хотят, развиваться всем нужно, и чем быстрее, чем раньше в карьере вы начнете это делать, тем быстрее ваша карьера будет развиваться, чем раньше вы придете к менеджерским позициям, если вам это интересно, или к своим проектам, если вам это интересно, а уж когда вы на уровне вот таком менеджерском либо собственническом, конечно, вам уже нужно заниматься, уже нетворком, вам нужно заниматься бездевом как таковым уже для себя и своей компании, а это как раз то, о чем я много говорила и на этой лекции и на прошлой, буду рада, если вам это все будет полезно и надеюсь, я кого-то вдохновила на поход на какой-то хакатон или на какое-то может быть еще мероприятие или на залететь в комьюнити открыто и закрыто, но вы уже в комьюнити, то есть вы уже здесь нетворкаете, вы же видите в чатах кто что пишет, кто чем занимается, это очень прикольно. Вот Гайдау делает большую клевую работу и вы интересуетесь уже темой, то есть вы пришли сюда послушать вам видимо как-то интересно, есть какие-то задачи, потребности. Вот. Из заготовленного у меня все, буду рада разобрать какие-то ваши ситуации или компании, в которых вы работаете, задачи, с которыми вы сталкиваетесь сейчас на том уровне, на котором вы сейчас. В общем, буду рада принести какую-то конкретную пользу в какой-то конкретной ситуации, жду ваших сообщений. Мне кажется, у мисс Гера было много вопросов по своему проекту. Я не знаю, если удобно сейчас тебе говорить или, может быть, напишешь в чат. Привет. Я не уверен, что у меня в данный момент есть какие-то конкретные вопросы, потому что мы в стадии создания MVP и только только участвуем в одном гарантии. сейчас активно разрабатываем и все. Что вы делаете? У нас веб-3 приложение для, я так надеюсь, большого количества пользователей как тренажер для любого набора в чате в авиатуре соединено с веб-3, со всякими NFT, с владением учивками и так далее. Будет взаимодействие, геймификация между пользователями. Все то же самое, что есть сейчас веб-2 и уже есть веб-15, веб-10, только веб-3. Это более может быть азартное и может быть более приятное, потому что твоя статистика будет храниться не где-то на серверах у кого-то и они, может быть, решат закрыть этот проект. Зачем тот блокчейн? Существуют веб-2 платформы более 15 лет, месяц, а пользователи, которые активно пользуются, есть режимы, которые, во-первых, не сделаны в этих платформах, например, в дуэте, так называемый заезд между двумя игроками на скорость, вот ее можно реализовать с помощью веб-3. Ее можно и веб-2 реализовать, но здесь также можно владеть своими достижениями, как NFT-машинки. на какие-то... А зачем мне ими владеть? Почему мне нужно ими владеть? Мне кажется, это прикольно, потому что, например, также во всех форумах есть премиум-доступ, форумах, они ее, как правило, продают, либо подписка. Здесь это можно организовать в плане NFT, и если тебе ты вырос с этого проекта, просто надоело или ты обучился, тебе больше не нужно, ты можешь именно удовольствием как NFT продать. Вот, а за форум-два ты заплатил один раз и все, забыл. Кто ваш пользователь? Кто ваш пользователь? Какие люди будут заходить играть в игрушку на Web3, а не на... Скорее, кто хочет обучаться, там, скорее всего, молодые люди 25-30, хотя, в принципе, аудитория до 35-ти, я смотрю по себе, кто сейчас активно играет в те же веб-платформы, плюс какие-то грипп-даны, кому будет интересно, получать NFT, торговать ими, может быть, выигрывать у других, какие-то режимы завезда на... победителя отдаются машинка побежденного массажа, например, старше. и так далее. Я, грубо говоря, один это все сделал мыслей, поэтому есть очень много в итоге мыслей по поводу проработки только разрабатываем. Слышу. Ну, интересно, я сам просто пользовался этими платформами, плюс у меня товарищи, которые там с 2011 года были зарегистрированы, и были пользователи, кто спрашивал какие-то режимы, мы как бы можем им это подоставить. Я тоже пользовалась этой штукой, потому что, когда училась на программиста, было важно быстро печатать, и я вот для этого тоже пользовалась. Я пока что... Если хочется один раз хейпануть, то да, эту игру можно запустить в формате такой с NFT-шками, но на данный момент недостаточно у нас одомшина и недостаточно интересующихся в крипте именно этим, чтобы этот бизнес был именно sustainable как бизнес. Могу дать еще советик. Я согласен. Очень сомнительно описал составляющие. Для меня это просто первый проект конкретно воп-3. У меня были какие-то традиционные микробизнесы различные. Мне это интересно, потому что это много масштабировать, и здесь просто те же виды воплал платформы, на них плохая встречаемость. несколько миллионов уникальных пользователей в месяц прибыли. Которые можно монетизировать этот трафик. И она может быть прибыльна платформа без университета токенов. Могу просто зарабатывать на комиссии. но большое желание привлечь пользователей нового с блокчейном. Понимаете, это платформа с тем, кто никуда не пользовался. А как? А как? Зачем им приходить регистрироваться на платформу? Ну, зачем им регистрироваться? Сейчас. Вот он пришел потыкать кнопки на скорость. Зачем ему выдастся? Как платформа это с такой же бесплатный доступ, здесь можно будет и без блокчейна участвовать, просто все новое. Все нынешние платформы разработаны дизайн и дизайн при наличии хорошего дизайна каких-либо денег можно сделать что-то свежее, более генерифицированное. Потому что я сейчас зарабатываю на эти пландары и там и которые 5-10 они действительно заходят, они общаются и донатят в эти проекты деньги. Там есть новые плавогонки каждый месяц и собираются и показывают сумму 40 тысяч денег. Он просто вывескидывает на то, чтобы он функционировал. Также мне очень нравится идея того, они подарят какие-то улучшения по проекту и когда разработчик получает какие-то деньги, он начинает что-то там из этого списка делать. А в этой сфере это более раз это голосование, комьюнити драйвинг и так далее. То есть говерненс конкретно комьюнити оно будет хотелось бы что-то движение развития. Что добавить, какой режим, что убрать, какие гонки, какие соревнования, сурочные заезды, марафоны, командные, рейтинговые. А клиент, наверное, это Индия, Америка, такие Филиппины, если будут как-то сентивайсы. Ну, хотелось бы дольше из токенов. Если дойдет вообще до токенов, хотелось бы из токенов, конечно. Я поняла. Буду рада когда-нибудь на просторах интернета увидеть какую-то NFT-коллекцию, которая позволяет заняться этим с раскидкой, так сказать, у вашей площадки. Потому что прикольно. Тут важнее сильно как раз стазия ресерча с точки зрения клиентов и продакт-маркетфита, а не с точки зрения фреймворков и дизайна. Поэтому не останавливайтесь на этой части слишком долго. Мне кажется, здесь нужно, чтобы создать комьюнити, потому что комьюнити очень сильные, они верят в проект в самих делах. И средняя жизнь вы тогда уходите на несколько лет, вы, как бы, не уходите в десятилетию. Останьте лояльны. Ого. Я только думала, что у них очень маленький LTV, потому что как будто бы ты когда уже научился печатать, тебе больше незачем этим заниматься, но тем, тем, что как вронк. Появляются дополнительные режимы, гидрификация, соревнования, рейтинги, то есть интересно посмотреть на какую-то статистику свою, интереснее в чем-то стать лучше с кем-то, какие-то устраивать гонки друзьям, с кем-то подавок, если я с той точки зрения с текущих там будет 700 знаков минуту, как бы они все равно заходят и дальше пользуются платформой. Здесь уже уже не конкретно обучение. То есть это один из фич. Поняла, прикольно. Давайте давайте еще наверное кого-нибудь успею разобрать, помочь, может быть чем-нибудь какой-то фидбэк дать. Чтобы хотя бы еще один кто-нибудь получил. Это еще в чате вопрос тоже. Паш, говори, если у тебя вопросик, я хотел запечатать. Мне просто спросите, ты за все проекты можешь взяться, за какие-то бизнесы, чтобы развивать их, или у тебя есть какой-то стоп-лист, что так, нет, этими я не буду заниматься, это мне неинтересно, или это я не знаю, как делать, ну что-то вот, хочется вот это услышать. Я не работаю с гамблой и с казино, я не работаю с непонятными NFT коллекциями, цель которых просто собрать денег и все. Мне нравится работать с проектами, если это токен, то есть utility, есть понятная какая-то ценность, даже может она там не прям на миллиард, но хотя бы есть надежда на это. Стоп-лист еще. Ну, со всякими токсичными непонятными коллегами, ну, короче, я на уровне личности тоже могу решить, что мне это неинтересно. мне неинтересно работать на биржах, просто вот именно с точки зрения, ну, мне это ниш неинтересно. Ну, то есть в условном хобби работать, как представитель хобби, чтобы там инфлясеров привлекать, такие мне просто неинтересно. Ну, вот эти, наверное, мне в голову сейчас пришли. Спасибо. А, и вот пока еще, да, в чате вижу вопрос, какая сейчас юрисдикция лучшая для RF-фаундеров, учитывая конъюнктуру. На самом деле, тут важно понимать не только, ну, какой паспорт ты держишь, а какой проект ты делаешь. Нужна ли тебе криптофрендли юрисдикция или не криптофрендли юрисдикция и вопрос по налогам, и вопрос по типу компании, которая ты делаешь. По налогам тут имеется в виду у тебя бизнес дивидендный или венчурный, это для этого разные делаются, ну, разные юрики. Насколько он белый, тоже вот тут есть градация, вот, так что тут просто вокруг паспорта, если плясать, довольно много опций, поэтому нужны еще вводные. Вот, ну, ты юрик можешь открыть за один день в Армении и в Грузии. Вообще спокойно. Ты можешь открыть юрик на островах за 4000 паксов за один день вообще с любым паспортом. Вот, вопрос, какая компания, вот, и, и вот, что ты с ней собираешься делать, тут посложнее вопрос. У нас была компания в Дубае и в США. так, и еще Сергей, Сергей, Гоул, хотел создать вопрос. попробую запечиться, а ты нас подскажешь, в каком направлении там, нетворкинг расстраивать лучше, в первую очередь, может, хотя представление определенное есть, но твой опыт получше будет. Кстати, здесь на созвоне Вилли, привет, краски, послушаешь, о чем мы хотели с тобой созвониться. Постараюсь покороче, но элеватор спич точно не получится. Итак, друзья, давайте перенесемся с вами, кто был в 17-17 году, а кто не был, представьте, как собирали деньги для проектов в те времена. Был очень большой хайп, можно было собрать очень хорошую маркетинговую команду, рассказать о своей идее, нарисовать красивый вайтпейпер, красивый сайт и привлечь очень большие средства для своего проекта. В порядке цифр это сотни миллионов долларов легко залетали, потому что и инвесторы были голодные на это, очень много денег было изначально и проектов было не так много. Соответственно, что получалось, можно было собрать очень много денег на какую-то идею и потом полномерно эту идею не реализовывать. Это как бы такая проблема рынка, она была, есть и наверное и будет. С этой проблемой я пытаюсь как-то бороться и привнести на рынок IT, крипто хороший инструмент. Так вот, почему же все-таки это происходит? мы сами как инвесторы отдаем много денег сразу фаундеру, а зачем ему изначально такое большое количество денег, если ему нужно реализовать всего лишь какой-то продукт. Тем самым мы своей алчностью и желанием быстро разбогатеть, отдавая эти деньги, спровоцируем такую ситуацию, что фаундер в принципе и даже если хочет что-то сделать, то он в принципе с каким-то стучением времени, он в принципе может и не делать это, потому что какая цель вообще у человека? Это заработать очень много денег. А когда ты на телегон голос валяется сразу в сотни миллионов долларов, то в принципе зачем тебе что-то делать, ты уже все сделал. Получается это такая метаморфоза происходит. и подходя ближе к той идее, которую я реализую, это просто не отдавать человеку, фаундеру эти деньги сразу. Да, он их получил, он хорошую идею преподнес, в него поверили, но он получает какую-то часть на реализацию определенного этапа. Да, это поэтапное финансирование. Человек указывает роудмэп, например, там каждые 6 месяцев он делает то-то, то-то, дайте мне там по 100 тысяч долларов для этого. Окей, ему дают, через полгода он отчитывается, говорит, ребята, вот смотрите, все нормально, и инвесторы, получается, защищены от скама, они не тратят все деньги сразу, деньги просто ожидают до меньшего транша. Получается, это так, извини, но это уже есть, это стандартная довольно тема уже. А где она есть? Ну, например, не нужно везде пихать веб-3, но мы получали деньги траншем, вот я в своем стартапе последний раз получала деньги траншем. Ну, окей, ты получала от фондов, от классических. И у меня у нас было два ангела и два фондов. Ну, так это веб-2, да, а я говорю про веб-3, про полную децентрализацию. Окей, так, хорошо. Это чуть другое, это чуть-чуть глубже, это чуть-чуть, возвращаясь к основам вообще блокчейна, для чего он был создан, да, чтобы мы ушли от вот этих посредников, от вот этих банков, от этих фондов, от которых мы зависим. Мы даем возможность любому инвестору, каждому из вас, подключить свой веб-3 кошелек и профинансировать, и не бояться то, что твои деньги уйдут к какому-то скамеру. Почему прекратилась вот эта ICO? Да потому что все деньги просто улетали в трубу. И я хочу как бы вот это все внести в правильное русло, рассказать, что такая возможность есть. И на самом деле здесь не только вот поэтапное финансирование как инструмент, это я буду позиционировать это как знак качества. Вот ты как фаундер, если выбираешь для реализации своего проекта вот именно такой способ создания продукта, соответственно, ты у инвесторов вызываешь уже доверие, да, человек как бы отвечает за свои слова, знает, что он хочет сделать, и я с удовольствием как бы зарезервирую для него там тысячу долларов, которые каждые полгода будет ему отходить по 250 долларов, ну, если четыре этапа, например. и это как бы оздоравливать будет на самом деле экономику вообще крипто, веб-3, и потихонечку, потихонечку будут вырастать продукты, и их будет на самом деле очень много, в смысле больше, чем сейчас, потому что будут уже реализация проектов с обеспеченными деньгами наперед, здесь как бы можно много чего еще вокруг инфраструктуру выкручивать, целый хаб выстраивать, когда можно и привлекать уже специалистов внутри, ты как инвестор, в смысле, ты как фаундер говоришь, мне нужно сделать вот это, но этот хаб содержит себе уже специалистов, например, без дева, потом кто-то киномику пишет, кто-то разработку делает, и ты просто берешь этих людей и прям упаковываешь и говоришь, вот мне нужно для них зарплату, там 50 тысяч долларов в месяц, я делаю это целый год, давайте мне там миллион, и окей, эти деньги не я беру, а эти деньги же идут напрямую на реализацию этого продукта, но это тоже одна из проблем. Можно я вопрос задам, Сереж, а ты, получается, имеешь в виду то, что твоя площадка будет как краудфандинговая, то есть именно да, потому что все, что ты говоришь, делают, в принципе, акселераторы, то есть они, акселераторы собирают стартапы, дают им маркетинговую помощь, там, без дев помощи, все о чем ты говоришь, там, некоторые акселераторы соединяют стартапы с разработчиками более опытными и так далее, и так далее, то есть они не дают много денег, но та проблема, о которой ты говоришь, и вот, например, на примере, допустим, я работаю с Secret Network, и у нас есть Secret Labs, это, получается, core team разработчиков, которые в свое время тоже собрали инвестиции, и сейчас они анбордят проекты, но они как, они прям подписывают контракты, бумаги, там, я не знаю ни в подробностях, как, там, чуть ли даже не токенизированные вот эти контракты подписываются, и есть транше, то есть есть майлстоуны определенные, которые проект должен достигнуть, и только после достижения этих майлстоунов, они получают соответственно следующий транш денег, вот, в принципе, ну, все крупные, насколько я знаю, и не очень крупные, и фонды, и все работают именно так, но по идее, я так понимаю, заключается в том, чтобы без фаундейшнов даже работать, а напрямую от рядового, получается, пользователя проекту деньги шли. Да, ты прав, конечно же, в этом основная идея, потому что, конечно же, я ничего нового не придумал, все это уже на рынке фондов, на крупных инвестициях, ну, где люди привлекают миллионы долларов от каких-то там частных инвесторов, конечно же, они за них беспокоятся, и они выстраивают эту систему поэтапного финансирования, это у них все зарегулировано, а я говорю именно про блокчейн, именно про нас с вами, каждого из вас, который может встать на пути пресиды и ангельских инвестиций, и то, что как раз таки и было еще в начале зарождения ICO, каждый из нас мог стать родоначальником какого-нибудь эфириума, кстати, эфириум тоже я всего проводил, и это все как бы работает на смарт-контрактах, и ты полностью этому всему доверяешь, и уходишь от вот этой всей бюрократии, есть код, и мы ему доверяем, все окей, кстати, относительно эфириума он задал, Виталик Бутерин это все делал, и там в 2017 году его взломали, и может быть никто не стал туда дальше глубоко копать уже, потому что там тоже определенные были наработки, ну и у меня еще в механике как раз заложено именно негативное голосование, там, например, через полгода проект ну ничего не делает, ну всякое бывает, фаундер, не знаю, там у него изменились жизненные принципы, либо какие-то семейные обстоятельства, либо он выгорел идеи, и все, он пропал с радаров, и люди, видя это, просто голосуют за то, чтобы давайте возвращайте наши инвестиции обратно, ну соответственно, первая часть, например, одна четвертая уже отошла, там, в момент привлечения финансирования, ее уже не вернешь, а вот две третьих, ой, три четвертых, там, например, голосование прошло, смарт-контракт видит, что нужно по истечении определенного времени функцию сделать доступной, для каждого инвестора, и он просто нажимает кнопочки и возвращает свои средства, они как бы никуда не делись, и ему вернулись, да, это все веб-3, все вот основа, основа, к чему хотелось бы прийти. Я уже сняла вот эти очки розовые, когда в 19-м году они у меня были, я такая, боже, почему люди, типа, наебывают других людей, это так нехорошо, ну, люди там дают свою кровную денежку, а вот их так вот обманывают, вот, ну, во-первых, ты кровную денежку, как ты сам отметил правильно, ты отдаешь с единственной целью вынуть больше денежки, вот, а во-вторых, великие продукты финансируются венчурными инвестициями не просто так, потому что действительно нужно очень много ресурсов для того, чтобы это потом поддерживать. Google, Apple, whatever, были придуманы не потому, что люди знали и хотели поддержать маленький экранчик в телефоне или интернет, или идею загрузки всей базы данных в интернет, большинство людей вообще не понимают и не думают про это, если мы прям про нормальный большой венчур говорим, это, к сожалению, фантазировать можно много как, но есть экспертиза оценки рынка технологий и совместимости этого всего и математика показывает, что она работает. То есть венчурные фонды все еще успешные, они действительно из 10 проектов два, один выстреливают и все там хорошо работает. Но мне кажется, вот эта тема вообще офигенно хорошо работает для small and medium бизнес. Когда ты хочешь скинуться в своем районе, на что-то, и это то, что очень плохо делает государство, вот если мы говорим про какие-то либератаральные признаны, влажные либератаральные мечты, вот, я бы очень хотела жить в таком государстве, где я сама решаю, в какую дорогу мне финансировать, кто, этот вопрос либератарский, кто платит за мост, ну типа, окей, если я живу в этом городе, то значит, ну я, плачу за мост. Вот. Подобные штуки, мне кажется, хороши вот не для таких вот масштабных больших идей, потому что всеобщая осознанность, ну очень-очень далека от этого, людям есть про что думать каждый день и про болезни фаундера, вот. Хорошая, хорошая идея для кого-то нишевого продукта, вот, то, что я сейчас вижу, в чатике шлют. У меня еще этот есть, знакомый, который похожую штуку делал, и в итоге какой-то из акселераторов, я еще забыл, это был восемнадцатый год, и вообще ничего, боже, и в какой-то акселератор они это взяли. Вот. Я вообще не помню. Вот. В общем. Ну да, на самом деле, в восемнадцатом году, я из тех времен, тогда еще идея-то была, я видел, что проекты были, но там экспертное сообщество собиралось из типа хаблайнеров индустрии в те времена, и они просто вживую сидели, условно говоря, обсуждали, а вот хороший проект или нехороший, но это все равно, ты как бы ты инвестируешь свои средства и передаешь право на решение другому человеку, но это в принципе хорошо, да, в то же время там надо знать этого человека, доверять ему, ну, делегирование определенное, оно есть, существует и будет, потому что в принципе голосование, да, это отдельная история и тема, там, и Виталик Бутырин об этом очень много говорит, и нету каких-то идеальных инструментов и решений, чтобы это было правильно, в одном случае это будет хорошо, в другом случае там будет плохо, там надо просто пробовать, тестировать. Ну, и для этого уже есть частично площадки для IDEO, вот, да, тоже пишут, и это опять же не весь раунд финансирования, это второй, третий раунд финансирования для проекта, вот, потому что для выхода качественно на IDEO тоже нужны уже средства, команда должна быть уже с ощутимым продакт-трекшеном, и, соответственно, на это все должны появиться деньги где-то на этапе ранее, вот, но прикиньте, что можно скинуться на офигенную кафешку в своем районе, и потом получать, типа, свой кофе, не знаю, год, вот это клево, вот, мне кажется, вот тут эта тема прям клево выработала бы. Ну да, согласен, это для малого бизнеса, с вами говоря, на начальном этапе, чтобы он как-то уже сделал то, что он хочет, а потом уже как-то дальше себе заведу. Давайте поблагодарим Сергея за свой пич, за то, что он нас на либературальные мысли натолкнул, вот. У меня, на самом деле, я уже готова, я уже допиливаю фронт, и вот выхожу уже на стадию общения с клиентами, на самом деле, первый этап хочу сделать со скоринговыми компаниями, потому что ты тоже не можешь зайти с любым кошельком и профинансировать, все-таки история с Сибилами, которая разрослась последние полтора года, она не очень хорошо влияет тоже на финансирование проектов. Если, в пример, взять CoinList, тот же самый, да, там сначала не было, а потом очередь 500 тысяч человек стала на этих непонятных индустриевских паспортах, и нормальный человек, он не смог вообще не занести свои 500 долларов, хотя и верил в проект. И вот, чтобы это убрать на этом уровне, в принципе, скоринговую компанию, Номис, гид-паспорт, всех вот потихонечку привлечь и тоже вот в этом крутиться начать. Лева, буду ждать пиар-новостей. Лева. Да, хорошо, спасибо. Я посоветовала общаться, пообщаться с, собственно, вопрос был, в какую сторону натворк делать. Все-таки мне фонды не нужны, это точно. Мне нужна вот простой комьюнити, сообщество. Я хочу до них донести вот эту идею, чтобы они поменяли в голове парадигм инвестированный проект. Это дело решается сверху вниз, а не снизу вверх. То есть нужно идти к ланчпадам, к идеошкам, к идеоплатформам вот туда. Потому что если они у себя публикуют, что вот теперь мы это делаем так, и люди такие, а, ну понятно, и уже не надо в этом думать. А то действительно вот Павел в поселке старика, по трика с дома на дорогу, который все кольца не может собрать, не все сдают. Ну вот, как бы, да. То есть ты предполагаешь, что люди такие очень осознанные, такие, ты им рассказал, они такие, вау, точно. Типа, нет, люди думают вот про другое. Вот. А у тебя кто в команде? У меня пока что формируется команда, я один. Нужен кто-то, кто выходит регулярно вовне и спрашивает вот это вот все, как ты здесь. Потому что когда ты делаешь все один, ты такой, я все придумал, я такой вообще один в своей голове и что-то там напрогал, никого не спросил, зачем это, кому это. И в итоге огромное количество проектов таким образом лежит непрекаянное. Вот. Поэтому желаю как можно скорее найти кофаундера, вот и спрашивал, чем заниматься. вот. Искать кого-то кто. Занимаюсь вот сейчас вот буду с ребятами общаться, может здесь кто-нибудь что-нибудь заинтересуется. А что вот здесь присутствующие кто занимается, все разработчики. Я на самом деле вот выступаю как раз таки вот идеолог и вот по поводу продвижения проекта. если сетевого какой-то будет, это вот очень большой А ты говоришь, что у тебя уже все готово, но ты при этом сам за 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 А мне нужно было это сделать, потому что я не могу просто словами мне вот нужно было полтора года в Гайдау выучиться, чтобы я смог все-таки сделать, написать эти один смарт-контрактов, которые всю эту логику как-то увязывают и работают, привязать фронт и постепенно уже здесь все в Гайдау в Гайдау в Гайдау в общем, да, скорее нужно какую-то еще одну голову в проект, а то получится что-то ненужное либо нужное, но слишком позже, даже непонятно, что хуже. Вот, так что я желаю найти союзников и поскорее получить обратную связи от пользователей, потому что это самое важное на самом деле от реальных пользователей. провести опрос у людей, кто уже участвовал в ланчпадах, а чем они были довольны, чем они были недовольны, а как бы они хотели, чтобы это выглядело, а какие у них были сложности. Вот как поговоришь с реальными пользователями, это 30 штук, тогда будет уже понятнее. Вот. еще вижу вопрос успехов. Чем от ланчпад отличается от IDO? Ну, ланчпад это площадка, на которой листятся токены, потом они себе дропаются, а IDO это как бы процесс, это initial DEX offering, это первый раз, когда токен торгуется на DEX, вот, то есть, понятно ли? здесь понятненько. Ну что, всем спасибо за присутствие в этом чате. Завтра буду говорить про то, как свой проект нанимать без DEV и до какого уровня нужно быть без DEV самому себе. Вот, например, Сергею уже, Сергею уже самому пока что заниматься без DEV, а после того, как у Сергея будет, не знаю, 2000 пользователей, можно уже нанять кого-то, потому что, скорее всего, деньги уже будут. Вот, но это я условно говорю. Вот, поэтому продолжим завтра. Буду опять же рада, если вы принесёте какие-то свои конкретные проекты, идеи, вопросы и т.д. и т.п., потому что с этим работать, конечно, всегда приятнее и приятно кому-то конкретному человеку помочь. Вот, пишите мне в интернетах, я довольно открыта, но если у вас какой-то гэмблинг, то, пожалуйста, не пишите. Вот, всем хорошего вечера, хорошего настроения, спасибо, Гайда, что позвали. Спасибо большое, Настя.